Алло. Алло, Вадим, здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Анна Лермонтова, я являюсь вашим аккаунт менеджером, рада знакомству. Я представляю финансовый проект Tesla, я вижу, что вы пришли регистрацию на сайте, интересуетесь дополнительным доходом, верно? Верно, да. С какой информацией уже успели ознакомиться? Да много с какой. Я уже общался, я уже общался на днях. Общались? Да. Отлично. И к чему вы пришли? Мы пришли к тому, что Александр сказал, что, сейчас вспомню, мне перезвонят от финансового отдела, вот, объяснят по поводу страховки, ну и каких-то еще нюансов. А в плане, что вы имеете в плане страховки? Ну, он мне рассказал, что, как он выразился, баланс страхуется, баланс депозита. Вот я хотел бы понять, как это происходит. В плане страхуется. Это кто вам, кто, какая компания вам это рассказывала? Кто вам звонил, Вадим? Александр. Буквально на днях. В какой компании? Вот проект Тесла. Так какой Александр-то? Я первый раз слышу такое. Ну, странно. Вам звонил Дмитрий, но никакой не Александр. Дмитрий? Ну, может быть, это у меня уже взвихрение в голове? А? Может быть, это у меня уже взвихрение в голове? Нет, нет, совершенно точно. Не знаю. Совершенно точно. Последний раз я с Александром разговаривал. А вы на бумажечке записали, что его Александр зовут? Нет, я напрячься, вспомнил. Действительно, звонил Дмитрий, а потом это был Александр. Когда он звонил вам? Да вот буквально на днях. Может быть, даже я вчера с ним разговаривал. Да. Не Ахметов, случайно? Вот фамилию я точно не помню. Я даже не знаю, называл он ее или нет. У нас просто есть новенький. Появился, да, его зовут Александр Ахметов. Возможно, он вам что-то недообъяснял. А, ну, может быть, вполне, да. Потому что... Да, просто он у нас вчера первый день, и, возможно, он с вами в первый день же вчера и разговаривал. Вот-вот-вот. Я еще разговаривал с Максимом. Максим-то у вас есть такой? Максим. Вообще, скорее всего, он это парень из другого офиса, ну, с другой точки. Из другого? Нет. Он так и объяснял, что вот переключили, чтобы он мне что-то там объяснил. Но он все меня склонял на криптовалюту. А почему в плане на криптовалюту? Я вас ничему склонять не собираюсь, Дмитрий. Я не Дмитрий. Вы Вадим? Да. Я знаю. А почему у меня Дмитрием назвали? Да просто про Дмитрия я вспомнила, с которым мы разговаривали. Вот немножко запнулась. Прошу прощения. Да нет, ничего. А то какая-то у нас путаница. Получается, что так. Ну ладно. В общем, Вадим. Разобрались, да. Чего вы еще не работаете? Так я не понял. Про страховку ничего. А что понимать? Какую страховку? Страховку депозита. Вот они мне рассказывали. Страховку депозита. Ну я могу вам объяснить то, вкратце могу объяснить. На машину страховку хотите? Могу объяснить страховку на машину. На какой депозит вы хотите страховку? Что для вас такое страховка? Что это для вас значит? Что вы хотите? Про страховку на машину я сам стал объяснять. Вот я не помню, кто первый про нее заговорил, Дмитрий или Александр. Но я сам им стал объяснять про страховку машины. Потому что это я понимаю. а вот страховка баланса депозита я сам не понимаю так что за страховка что если я совершаю сделки которые дает аналитик это пока правильно то баланс каким-то образом страхуется и сделки для меня будут безубыточны это они мне рассказали я не выдумываю это если вы работаете смотрите вам говорили что мы предлагаем вам две формы торговли это и ручная автоматическая вы знаете давайте вы мне лучше снова расскажете потому что я боюсь чут они напутали я думаю было он просто вчера был первый день сегодня 2 вышел я не знаю возможно что-то сказалось давайте нормально объясню сейчас ну нормально давайте с удовольствием поскольку если что потом уже зададите вопросы я постараюсь на них ответить давайте прям с самого начала хорошо во первых знаете что сфера инвестиционная понимаете это да конечно отлично вообще ранее опыт был уже в чем именно в инвестициях инвестировали раньше где-то ну инвестировал но не с точки зрения получить доход с инвестиций а с точки зрения налоговой вычета получить ага ну и если у меня есть но вы знаете вот я поняла хорошо но смотрите мы предлагаем что-то знаю самые азы но вот реально этим не занимался хорошо ничего страшного смотрите мы предлагаем вам две формы торговли да это ручная и автоматическая ручная это когда вы работаете сами да мы вам проставляем площадку для торговли то есть биржа все нужные материалы нужно приложение вот заходите то есть покупаете продаете активы зарабатываете на разницу покупаете дешевле продаете дороже также у вас будет специалист да который будет вам помогать вот но также мы предлагаем автоматическую торговлю смотрите это приложение в котором находится личный кабинет и ваш счет после пополнения вашего счета на выбранную вами сумму да вам подключать программу которая самостоятельно и полностью на автоматической основе будет торговать активами нашей компании то есть активы такие как газ нет сырье не совсем понял что значит активы вашей компании нашей компании наша компания же вам как раз таки площадку предоставляет акции крупных средств биржи биржи и так далее акций крупных средств биржи и так далее акций компаний различных, это валюта, все же валютные пары и криптовалюта. О криптовалюте, я думаю, тоже слышали, биткоин самая популярная в данный момент. Да, 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 конечно. Отлично. То есть программа работает по принципу межбиржевого. А аргитража, да, в принципе, довольно просто. Вы объясняете, да, а то я хотел спросить, что это. Да, то есть это значит, что он покупает на одной бирже дешевле, а на другой продает дороже и начисляет вам разницу. То есть, вы знаете, как... Вы сказали, ваша компания доступ к бирже предоставляет. Ну. То есть не к одной, а к разным биржам получается? Или на одной? Ну да. А, все, понятно. Вот. То есть на одной бирже он купил дешевле, на другой продал дороже. А, это понятно, да. Вот. И начислил вам разницу. Понятно. Вот. Таким образом программа за день совершает от 5 до 15 сделок на наших активах и в среднем будет приносить вам от 9 до 14 прибыли, ну, проценты прибыли в неделю от той суммы, конечно же, которая будет у вас на счету. А, 14 в неделю. Угу. Вот. Работа с торговым алгоритмом полностью минимализирует все риски, потому что программа совершает сделку только тогда, когда вы видите ее прибыльной. Соответственно, в минус вы уйти не сможете, и максимум, что может произойти, да, это вы просто заработаете минимальную сумму прибыли. То есть, как я сказала, вот с 9 до 14% вы можете заработать, ну, вы можете заработать 9-10%. Угу. Понятно. Также, смотрите, торговый робот, который выполняет всю работу за вас, он самостоятельно проводит технический анализ рынка и самостоятельно приобретает нужный актив, и в нужный момент его перепродает. Робот, а что такое робот? Ну, я же вам говорю. Это вот это? Да, это про приложение, я же говорю. То есть, это просто торговый алгоритм. Программа, приложение, робот, алгоритм. Вот столько понятий, я запутался, честно скажу. Ну, это просто все одно и то же. Это все одно и то же. Робот, робот. Разные. Погодите, это робот, Тесла. Это Апилана Маска робот? Торговый алгоритм, Вадим. Нет, просто про робота заговорили, вот, Маск, я же знаю, там роботы или... Ну, Илон Маск. Нет, чуть не туда, Вадим. Тесла, Илон Маск, роботы, это я никогда заберу. Ну, торговое, торговое приложение. А, ну ладно. Терминал, да, то есть, алгоритм свой. Если это все не вдаваться в подробности, такие мелкие, вот это все вам рассказывать, можно просто назвать просто торговый робот, все. Который делает все за вас. К Илону Маску какое это отношение имеет? В плане? Ну, вы же проект Тесла, а Тесла это проект Илона Маска. Я знаю. Вот сам робот, ну, конечно, знаете, я не сомневаюсь. Но робот Илона Маска. Нет, это не робот Илона Маска. Это не робот Илона Маска? Нет, нет, это не робот Илона Маска. Я вам это уже тоже объяснила ранее. А, ну ладно, да. Много информации просто. Много информации нужно переварить немножко. Вы не переживайте, все на самом деле очень просто. Просто запомните. Есть программа, денежки положили на счет свой личный, пополнили, активировали, все, программа вам зарабатывает денежку, продает, покупает, покупает, продает, разница зарабатывается, 50 долларов в неделю заработали и так постоянно, чем больше инвестируете, тем больше зарабатываете. Захотели, вывели свои деньги, не захотели, дальше работаете, пусть дальше прибыль копает. Да, все максимально просто. Также смотрите, в чем заключается наш интерес, интерес компании, да, потому что вы понимаете, бесплатный сыр только в мышеловке. Смотрите, за то, что мы вам предоставляем вот это вот все, да, всю программу, вот это просто заработок такой, да, площадку, торговый терминал, вот этот алгоритм, собственно. Да, да. 10 наши, потому что мы вам предоставляем этот заработок. В смысле, вывожу, вывожу, наверное, 100, а потом вам перечисляю или как это происходит? Нет, я же говорю, это от прибыли. Ну, от прибыли. Вот я заработал, допустим, тысячу, ну, тысячу чего-то. Я вывожу всю эту тысячу, а потом 100 перечисляю вам. Так происходит или нет? Так происходит, верно. А, ну, хорошо. Ну, понятно, по крайней мере. Все. Что, заранее платить не надо ничего? Нет, вам заранее ничего абсолютно не нужно платить. Вы просто пополняете свой счет, да, начинаете работу. Ага. А потом захотели вывезти, выводите и 10% нам отправили потом. Понятно? Ну, это понятно, да. Ну, все. Вопросы еще есть какие-то ко мне сейчас? Вопросы, да, есть, конечно. Это все про автоматическую торговлю. Все вот эти роботы, алгоритмы, приложения. Это, конечно, соблазнительно. Я все-таки опасаюсь. Чего опасаетесь? Какими-то программами работать. Я не программист, я боюсь в них не разберусь. Как она работает? А что, подождите, а что там разбираться? Я же вам только что это все объяснила. Вы меня хорошо слушали? Ну, конечно, хорошо, но... Так что вам непонятно еще? Мне непонятно, что в эту программу заложено, и вдруг там она что-то не так сделает. Так, слушайте, я вам... Да я же вам тоже не программист, Вадим. Что я вам скажу, какие там циферки заложены в эту программу? Как она вот... Вот, вот, это называется... Вот, это называется код. Я в этом коде-то не разберусь. А если я не разберусь... Так а зачем вам в этом разбираться? Люди зарабатывают, у них все прекрасно получается. Я же вам сказала, что... А если сбой какой? Какой сбой? Да какой угодно. В компьютерной программе-то могут быть какой угодно сбой. А ты с деньгами... Ну, значит, будете ждать, пока починят. С вашими деньгами ничего не будет. Ну, она может, если будет сбой, ну, перестанет она зарабатывать. Но деньги-то ваши... А, вдруг она в минус меня заведет? Почему она заведет вас в минус? Ну, потому что сбой... Слышишь, что она только что... Вы с вами признали, что сбой может быть в программе? Ну, так остановится, не будет работать просто. Не будет зарабатывать дальше. Остановится и все. Ну, это хорошо, если так. А деньги-то останутся? А вдруг какой-то что-то не так сделает? Да слушайте, я уже 4 года в этой компании работаю, и ни одного такого случая не было. Мне такие глупые вопросы ни один клиент еще не задавал. Ну, я просто новичок здесь. Так все такие же новички, как и вы, слушайте. Ну, может, они умные, а я не такой умный. Слушайте, у меня пенсионеры работают. Ну, в пенсионерах у них опыта много жизненного, поэтому они, может, понимают... Слушайте, какой опыт у меня... Мне допустить далеко. Слушайте, какой опыт? У меня была бабушка уже, 68 лет, работала всю жизнь медсестрой. Скажите, какой у нее опыт вот здесь? Она телефоном пользоваться нормально не могла. Я с ней по буковкам говорила, какую букву нужно английскую нажимать по очереди. По цитикам вот так отсчитываете вот девятую цифру на клавиатуре, нажимаете на нее. И она все освоила. Да как освоила-то? А, нормально. Я же говорю, вам ничего делать не надо. За риги стреливали, счет пополнили, все. Сидите, смотрите, как деньги вам капают. Захотели, вывели, живите дальше. Ну, в принципе, может быть, да. Хоть не лежит душа в программе. Вадим, я понимаю, что вы боитесь, я понимаю, что вы не разбираетесь. Ну, слушайте, вы же и не пробовали. Мне кажется, ну, всему учатся на опыте, в процессе, понимаете? Нет, сначала учатся, а потом что-то пробуют. Я, по крайней мере, так. Как вы можете научиться, не попробовав? Научиться, не попробовав? Ну, как? Как все учатся всегда. Людей сначала учат. Кого угодно. Вы вот на компьютере начнете программы создавать, да? На программе, если захотите учиться. Да, да. Вот вы будете сидеть, бумаги читать, вас садят на компьютер. А куда какую кнопку нажимать? А вы не знаете, потому что вы читали только то, что зачем. Правильно, ну, сначала-то я прочитаю. И когда чего-то буду знать, я вот и начну нажимать. Так я вам только что рассказала все, Вадим. Вот то, что вы думаете прочитаю, я вам это рассказала только что. Что вам еще надо? Что от меня хотите? От вас... Ну, не знаю пока, чтобы все хорошо прошло. Ну, так все, проблема, давайте работать, Вадим. Ну, опасаюсь пока вот программы. Чего вы опасаетесь? Чего? Ну, то, что... Это программа, она же на мой компьютер устанавливается. Вы боитесь вирус какой-то подхватить? Вот, кстати, да, еще антивирус у меня ругаться будет. Я очень к этому так осторожно отношусь, ничего не устанавливаю лишнего. Вы работаете на платформе. А что это такое? Это ссылочка. Я вам управляю ссылочку. Вы там в свой личный кабинет заходите, пополняете и работаете. А что такое платформа? А что такое платформа, господи? Вадим! Ну, да, я не знаю, что, а что. На какой платформе я работаю? Что это значит? В интернете, Вадим, заработок в интернете. В интернете? На платформе? Вадим, ну, не тупите. Ну, пятница уже, почти вечер. Может, плохо соображаю. Сколько вам лет, Вадим? Вот скажи, сколько вам лет? Больше 18. Больше 18, меньше 30. Ну, а что, как это вы выпытываете? Так, больше 30. Да потому что тупите. Ну, бывает. Как будто вот бабка моя, которая была 68. Плюс этот Александр меня запутал. Ну, вы признали это. Да забудьте за этого Александра. Забудьте. Все, еду, Александр. Ты забыл уже, но он так и настойчивый был. Ну, все, забыл, постарался. Работать будем или нет? Слушайте, либо да, либо нет. Я не хочу тратить свое время. Вот если нет, то все, до свидания, расходимся. Не, ну, побудьте со мной еще немножко. Может, я... Какой смысл мне с вами еще быть, Вадим? Я вам все рассказала. Это вы дальше продолжаете тупить? Какой-то бред мне нести? Я не хочу тратить на это время. Либо да, либо нет. Все. Ну, я вам все рассказала, она все ответила. Ну, пока да. Пока да. Хотите что-то узнать, что такое платформа? Зашли в Google, написали, платформа это. Прочитали. Ну, я знаю, что он мне выдаст. Железнодорожная платформа для перевозки грузов. Я уже это проверял. А тут платформа для того, чтобы зарабатывать. Все. Ну, а что мне в Google-то написать? Что значит, платформа, чтобы зарабатывать? Ну, я загуглю, конечно, сомневаюсь, что что-то понятное мне выдаст. Напишите, инвестиционная платформа, платформа для инвестиций. Не знаю, как угодно напишите. Что тут, ну, непонятного? Платформа, где находятся все активы, понимаете? Все то, на чем вы будете заработать, что вы будете покупать. Ну, я вам рассказываю сейчас, Вадим. Платформа. Ну, ладно, загуглю, посмотрю, что такое инвестиционная платформа. Я запомнил. Ой, Вадим, ну, чего вы... Ну, зачем такие подробности, Вадим? Так с деньгами дело связано. Так зарабатывать же вы их будете, Вадим. Так я боюсь потерять, самое главное-то. Да как вы их потеряете? У вас будет личный счет, доступ в котором будет только у вас. Это будут ваши деньги. А где будет счет? Наш 10 процентов. Ну, ладно, а где счет будет? На платформе. А, вот видите, мне тем более надо знать, что это платформа, раз там мой счет будет. Что это такое? Господи, Вадим. Да. Нет. Почему нет? Вадим, у меня голова разрывается. Я не знаю, может в понедельник с утра тогда начать лучше. А что сейчас вам мешает, Вадим? Ну, то, что у вас голова разрывается. Походу разберетесь. Мне это мешает. Начнете зарабатывать, увидите, как это выглядит. И увидите это все, и разберетесь. Так вдруг программа что-то не то делает? Да что? Да почему вы о плохом только думаете? Ну, потому что я осторожный человек. Вы зарабатывать-то не дели. Какой осторожный? Ну, такой, хочу, чтобы каждый шаг мой осмысленный был. Если я что-то не понимаю... А что понимать, Вадим? Ну, например, как эта программа работает? Что в нее... Да я же вам только что это все рассказала, Вадим. Либо да, либо нет. Я не хочу тратить свое время. У вас есть три секунды. Ну, тогда пока да, чтобы вы не ушли от меня. Пока да? Ну, у меня тогда вопрос есть. Мне показалось, может быть, я ошибся, что вы сказали, что вот эта автоматическая торговля, правильно, автоматическая, да, это только один из вариантов, а есть еще ручная. Ну, так я же про ручную вам рассказала. Сами все будете делать, сами покупать, сами продавать. Только я думаю, если у вас тут ума не хватает, чтобы это понять, то вам тем более там не хватит. Вам туда и лезть не надо. Не надо, а я туда хотел. Так переходите. Туда нельзя? Слушайте, наберите опыта сначала здесь, а потом идите куда хотите. Хоть туда, хоть туда, хоть туда. Ну, мне как-то вот ручная больше нравится. А вы в курсе, что вы на ручной можете потерять, вас точнее, гарантия потерять больше, чем с роботом. Гарантия потерять? Да. Больше, чем с роботом? Ну, с роботом вы вообще ничего не потеряете. А здесь вы потеряете, я уверена, потому что если вы тупите, когда я вам рассказываю об этом, то вы там, я не знаю, что с вами будет. Вадим. Ну, может, с роботом я меньше и заработаю, чем там? Слушайте, Вадим, я работаю в этой сфере 4 года. Я знаю, что я говорю. Я уже профессионал, понимаете. Вы сейчас общаетесь не с другом, который почитал в интернете что-то, а я работаю тут 4 года. И я вам говорю, что если вот так вот, значит, надо вот так вот. Ну, можно попробовать. Ну, 4 года, думаю, тебе достаточный срок, чтобы все понять. Вадим. А вы с чего начинали сами-то? Неужели так же не боялись, как я 4 года назад? Нет, я не боялась. И прям сразу зарабатываете? А чего, а чего мне бояться? Да, вы сегодня начинаете, вы сегодня уже зарабатываете. Ну, сегодня пятница, уже вечер. Да какая разница, хоть и ночь. Ну, новое дело лучше, вот понедельник после выходных. Слушайте, я тебе так всегда говорю, что буду худеть с понедельника. Как видите, еще не похудела. Ну, как же я это вижу? По голосу вы вполне не толстая. Вадим, будете зарабатывать или нет? Зарабатывать? Да. Если получится, буду. Очень хочется. Ну, так давайте начинать. А как начинать? Скажите, смотрите, 3 минимальных суммы. 500 долларов, 250 долларов и 150. С какой будете начинать? А почему с таких маленьких сумм надо начинать? Ну, потому что вы без опыта. Не, ну, хотите, пожалуйста, можете хоть 1000 долларов нести. В ваших интересах. Как хотите. Вы без опыта, минимальные суммы как раз для вас, чтобы вы просто для начала попробовали. А дальше интерес за вами. Подожди, а чего пробовать, если вы говорите, дело верное? Да чтобы вы подучились, Вадим. Так вот зачем они учились? Вы же сказали, сама программа все будет сделать. Ну, в чем проблема? Нет, я 500 хотел, я говорил инвестировать. Ну, так давайте 500. Все, давайте 500 без проблем. Давайте. 500 сразу и на робота? 500 на ваш личный кабинет. Это ваши деньги будут, Вадим. А, а вот вы сказали, они будут на платформе, да? Нет, они будут в вашем личном кабинете, на вашем личном счете. А личный счет где находится? На платформе зарегистрирован. Счет зарегистрирован на платформе, деньги на счете. А платформа, а платформа я еще не знаю, что такое, вы меня вот в гугл отправили. Вадим, забудьте об этом вообще. Вот платформа это торговая площадка, где вы будете зарабатывать все, что вам нужно знать. Личный ваш счет, доступ только у вас, потому что вы свой пароль туда будете придумывать. Кто туда зайдет, кто тебе деньги заберет. Кто, робот, я? Хакеры? Какие хакеры? Какие хакеры? Лайфхакеры, Вадим. Вадим, будем работать или нет? Работать. Будем. Будем? Какая сумма? Какая сумма? Ну, чтобы что-то заработать, я хотел вот, ну, для меня нормально 500 тысяч. Ну, вот сначала бы понять, сначала бы понять, что мы на них все-таки будем делать, или вот, а, вы говорите, программа. А можно ее настроить, чтобы она какие-то определенные активы покупала? Слушай, можно. Что хотите, то и будет. Смотрите. А как это делается? Подождите, дайте мне сказать, Вадим. Мы пополняем с вами счет, активируем, человек мне отправляет, я отправляю на финансы. А что значит мы пополняем? Мы вместе будем как-то? Совместный счет? Я буду с вами на линии, чтобы вы там не потерялись, ничего туда не нажали, чтобы вы не затупили. На линии? А я где буду? На платформе? А вы будете на платформе регистрироваться. Я вам расскажу, покажу, что и как. Вы будете у себя смотреть на телефоне, я зайду на свою страницу, буду говорить вам, что и где как. А зачем на телефоне? Ну, хотите на компьютере. Ну, конечно, на телефоне там мелкий экран нажимать. Так и что? Для начала, чтобы помолнить нормально. Ну, нажму не тот, банер какой-нибудь рекламный. Ну, короче, смотрите, мы пополняем с вами счет, отправляете чек, отправляем на финансовый департамент, подтверждаем. Я вам показываю то-то счета, потом связывайтесь с техническим департаментом, да? А что вы мне покажете? Да покажу вам эту платформу, кабинет, Вадим! Увидите, когда покажу! Может, сначала посмотрим? Хотелось бы сначала посмотреть, прежде чем что-то брать. Слушайте, да вы потом... Слушайте, Вадим, не забирайте мое время. Вы сейчас счет пополняете, чек отправляете, связываете со специалистом, он вам все показывает, рассказывает, отвечает на ваши вопросы, вашу программисту, знаете, который уже, я не знаю, вам все ковер расскажет. И делаете, что хотите, зарабатываете. Так я в них не разберусь, что толку он мне расскажет. Я же сам не программист. Да какая разница, он вам расскажет, Вадим! Так я не буду понимать, что он мне говорит. Я в этих кодах и операторах не разбираюсь. Он вам расскажет, Вадим! Не тупите, не тупите! Программированию обучаться как-то поздно мне. Да зачем тут программирование, Вадим? Ну, слушайте, вы с меня сейчас издеваетесь. Если вы издеваетесь, до свидания. Я сбрасываю трубку и больше с вами не связываюсь. Если нет, хотите зарабатывать, сейчас заходим в счет, пополняем, все вопросы туда. Ну, сейчас я не могу, все равно я не у компьютера, вот прям в данную минуту. С телефона давайте, какая разница? На телефоне экран маленький, я боюсь нажать не то. Да какая разница? Что у вас пальцы, не знаю, как лопата? Пальцы как лопаты? Нет, нормальные пальцы. Просто на телефоне очень много рекламных баннеров. Экран маленький, вот нажмут что не то. Одна с другой нашла, загрузились какие-то там веселые девчонки. Я не думаю, веселые девчонки? Да, и плати за них. Пока отключил, замучил. Ну так не надо было гуглить этих веселых девчонок, чтобы они потом в рекламе выбивали. А как еще с ними познакомишься? Никак. А в жизни нет, они все сидят в гугле. Ну так с женой своей развлекайтесь, что вам мешает? Вадим, так, будем пополнять? Так с девчонками-то интереснее. Счет, пополнять будем или нет? Счет. Ну будем, но я сейчас не у компьютера. Ну так все, давайте, с телефона, Вадим. Если нет, я сейчас отключаюсь. Ну может хоть тогда Александр позвонит потом в понедельник. Хотя он, че толку, раз он бестолковый? Ой, ну не знаю даже. Давайте, может, отложим до понедельника. Я тем более почитаю в гугле, что такое инвестиционная платформа. Тут пока все равно ясности у меня нету. Алло, связи нет. Алло. Слушайте, да, Вадим. Какая тишина была в трубке. Это все лирика. Ответьте мне на один вопрос. Ой, давайте. Алло. Скажите. Что он там, отмечают, что ли? По-моему, вы смеетесь там с кем-то. У вас что, праздник, что ли, какой-то? Алло. И тишина. Слушайте, Вадим. А что там за веселье идет? Один единственный вопрос. А че там за веселье? Скажите мне, я тоже хочу повеселиться. Да я с вас угораю, Вадим. Скажите, пожалуйста, почем в вашем городе собачий корм? Кто? Да корм собачий. Вы что еще, глухой? Нет, я просто не знаю. А при чем тут собачий корм? Педигри, что ли? При чем хорошем. Алло. Алло. Что? Какой собачий корм? Педигри? Да я не знаю. Это же... Какой собачий корм? Давайте зарабатывать. Зачем собачий корм? Да какой вы едите? Я собачий, я кошачий ем. Он дешевле. А я думала, вы собака. Почему? Потому что пси, нафиг. А почему вы не оскорбляете? Александр, по крайней мере, не оскорблял. Я от вас устала. Слушайте, вы выбираете что быть? Богатым и здоровым. Гордым шум или трусивой шапкой? Богатым и здоровым выбираю. Богатым и здоровым? Лучше быть богатым и здоровым. Смотрите, ссылку сейчас отправляю, пополняете счет и все. И работаете. О, думаете, я сам справлюсь? Да я вам помогу. Ну, а я сейчас не у компьютера, я не могу сейчас... Ну, так с телефона. С телефона я боюсь, опять нажму какие-нибудь, там вылезут. Я же говорю собака. Я тех еле вычистил из памяти. Ой, Владимир, я устала, до свидания. Ну, прощайте тогда. Спокойной ночи, ареведрочи. И вам того же. Алло. Алло. Вадим. О! Я. Ах. Рад слышать. Взаимно работать будем? Работать, ну, конечно, будем. Ну, разобраться сначала надо. Давайте. Сейчас пополним, разберемся. Переводу... Я вас перейду на другой департамент. Вам помогут разобраться. И приступить. Вы, главное, еще пополните. Чтоб потом не морочить голову никому, и не себе, и не другим. А сразу зарабатывать. Я не молочу. Вы мне скажите честно. Вы морозите. Чего у вас там происходит? Что происходит? У вас там... Вы отмечаете, что ли? Какая-то вечеринка? Какая разница? Какая вечеринка? Ну, просто можно до понедельника отложить. Ну, такое ощущение, что вы там немножко того все. Мы с вас смеемся, потому что ощущение, что вы того. Так я и не скрываю, сегодня пятница. Мы на работе всегда пятницу немножко. А мы нет. Мы просто с вас угораем. А я думаю, мы так можем, вот, как бы, в дистанционном режиме такое совместить наши две пати. Так, какая разница? Вадим, давайте, пополняем счет, не морочим друг другу голову, потом вы со всем разберетесь. Ты все равно тупой. Какой смысл мне вам что-то объяснять? Ну, чтоб я поднялся хотя бы, ну, не на ваш уровень, но хотя бы на уровень Александра. Ну, так давайте, начинайте. Ну, как я начну, если я пока не понимаю? Я же говорю, я до компьютера пока не дошел. Я даже не успел загубить, что такое инвестиционное пошло. Поймете, когда начнете, Вадим. Нет, ну так не годится. Надо сначала хоть немножко разобраться. Был бы я умный, я бы, может быть, сразу начал. А если я тупой-то? Тупой не надо. То есть это прям для меня дело, да? Вадим. Я... Ну, я опасаюсь пока. Закрыли рот и начинайте работать. А как же я буду вопросы спрашивать? Вам и так все объяснят. Слушайте, зачем задавать лишние вопросы? Зачем объяснять и задавать лишние вопросы, когда вам ничего не надо? Умеете деньги с карты на карту перевозить? Ну, это я умею, конечно. Все. Как все? Этого недостаточно, чтобы зарабатывать деньги. Счет пополнили, пополнили счет свой. Свой счет. Скопировали, вставили и пополнили. Чего вставили? Нет, точно у вас там что-то сегодня происходит. Скопировали. Счет. Номер счета. Номер счета. Зашли в банк онлайн на телефоне. В банк онлайн? Да не буду я на телефоне говорить. Там рекламные банки. Но вот так или меня слушаем. Так я здесь один. Кто еще тут? Кто с нами? Какая разница? Я к вам на вы обращаюсь. Спасибо, уважительно. Да, я ценю это. Да. Скопировали. Пустое поле. Поле. Переморка. Какое поле? Какое-то поле. Платформа. Вообще вы меня запутали. Платформа в поле. Я вообще боюсь, деньги потерять. Какое поле теперь? Заработать-то хочу, но потерять боюсь. Вася. Вася. Вы мне все истерики доводите. Точно вы там что-то отмечаете? Пожалуйста. Закрыли рот. Скопировали номер. Как я дышать буду, я тебе рот закрою. Вадим, поле в переносном значении. Знаете, что такое переносное значение? Это не переноска. Это переносная. Нет, это я, конечно, знаю. Спасибо, что вы что-то знаете. Нет, ну я скоро получил. Роль закрыли, роль закрыли и слушайте меня дальше. Вадим, скопировали номер, вставили в пустое поле. Там такая штучка, чтобы текст себя писать. Какая штучка в поле? Я точно боюсь допутаться. Штучка в поле? Платформа в поле? Я вас в поле оставлю, вы там подохнете за голоду без своего корма собачьего. Кошачий он дешевле и, кстати, калорийнее. Да какая разница, Вадим? Вы все равно ступой, как щур. Как кто? Еще щур какой-то. Платформа, поле, штучка, щур. Столько терминов финансовых. Я боюсь, не разберусь в этом. Потому что вы тупой, вам не надо. Просто деньги отправьте, да и все, чтобы заработать. Робот за вас все сделает, Вадим. Просто деньги отправьте. А зарабатывать как? Да за вас робот будет работать. И деньги получать? Нет, он будет вам деньги зарабатывать. А вы нам 10% потом отправлять, Вадим. Да ну не тупите вы. Я не туплю, ну. Эф вы. Гоблин безмозглый. Понять бы. Че это гоблин-то? Потому что вы тупой. Ну, не у всех же врожденная финансовая грамотность. Да нахрена она нужна, Вадим? Чтоб деньги зарабатывать. И вам перечислять. Вадим подбудет вместо вас работать, робот. Алло, вы меня слышите? Что я вам говорила только что? А, робот. Ну, то есть искусственный интеллект. То есть мне мозги не нужны для этого. Вадим! Слышите это? Это аплодисменты. Аплодисменты? Вы что там, какая-то сделка закрылась? Обычно аплодисменты, когда сделка удачная закрывается. А вы где работаете? Я в строймонтаж управления. В строймонтаж. Сколько вы зарабатываете? А, это коммерческая тайна. Коммерческая тайна? Да. Вы собака. Почему? Потому что вы тупой. Вы же ничего не хотите мне объяснять. Да я вам все объяснила. Просто вы тупой, вы это не поняли. Мне три раза вам рассказать. Ой. Может финансовые рынки для меня просто тогда. Да вы не пробовали, Вадим. Ну, потому что я чувствую, что мозгов-то не хватает. Какого хрена вы там еще спорите? Я не спорю, я хочу разобраться в вопросе. Вы начинаете работать и по ходу разбираетесь. Алло. А вдруг что-то случится по этому ходу? Да что случится? Деньги потеряю, робот что-то не так сделает. Может тупым станете? А может нет. Может случится то, что... Да куда нет, куда больше тупым быть? Ну, жил до сих пор, как-то вот нормально. По крайней мере, деньги не потерял. Вадим, вы их и не потеряете. Ну, ладно, давайте с понедельника приступим, наверное. С понедельника приступим. Давайте сейчас. Да сейчас-то я не у компьютера, я же говорю. Да как телефон в руки берите? Так телефон и так в руках, я же с вами разговариваю. Ватсап на этот номер. Ватсапом я не пользуюсь, если там он и остался. Ага, телеграм есть? Нет, здесь нет телеграма. Где есть? Ну, где есть, на рабочем телефоне, но на рабочем, рабочий для других дел. Вайбер. Нет, вайбером не пользуюсь, там столько каких-то... Сейчас. Не понравился. Сейчас проверим. А зачем? СМС-ка, электронная почта? Сейчас. Сейчас вы у меня начнете работу. Работаете, зарабатываете? Да. Ну, давай. Сейчас приступим. Ну, давайте. Может, вы сами там вот это... Что там нужно делать? Нет, Вадимка. Ага, вас нет в телеграме. Ничего. Сейчас вас в WhatsApp добавим или в Viber, куда хотите. Так Viber у меня нет, ватсапом я не пользуюсь, если он не остался. Ну, так сейчас будет. Сейчас будет, не переживайте. Да будет. Откуда же он будет? Появится. Сам по себе? По себе. Вот видите, как я боюсь этих всех компьютерных программ, поэтому я не хочу и с роботом с вашим работать. Что там появляется самостоятельное? Ага. Так, значит, Вадим, чем пользуетесь? СМС и электронные почты, я же сказал. Вадим, у вас жена есть? А зачем вам? Есть или нет? А я не хочу личные... Я задаю вопросы, а вы мне отвечаете. Есть жена или нет? Так это, если бы я умным был, я бы отвечал. Есть или нет? А зачем вам? Ага, значит, есть. О, вы это как дедукция. Все, Вадим. Вы умная такая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова